На 50% выросла стоимость отборного куриного яйца в Караганде, а в Тимиртау на 60%. Почему продавцы связывают такое подорожание с птичьим гриппом, если на птицефабриках его нет? Выясняла Людмила Батюшкина. Сергей Тимофеев был крайне возмущен, когда сегодня в магазине ему назвали цену за десяток яиц – 390 тенге. Хотя по радио власти обещали не допустить роста цены из-за птичьего гриппа, говорит мужчина. Еще две недели назад яйца стоили 260. В Караганде с куриным гриппом не такая ситуация, как на 70 тенге. Поэтому почему здесь именно на 50% выросла повышение цен? Не то, наверное, это повар. В Тимиртау за месяц десяток отборного яйца подорожал с 230 до 370 тенге. Продавцы говорят, что взвинтили цены поставщики. Те, в свою очередь, ссылаются на дефицит, возникший из-за вспышки птичьего гриппа. Дошло до того, что продавцы на рынке устраивали бойкот поставщикам. Мы две недели все, кто у нас тут торгует яйцом, отказались, не брали. Ничего это не повлияло. Нам не дают никаких объяснений, почему это так, в связи с чем это так. Цена ползет вверх с каждым днем, хотя ни на одной из птицефабрик Арагандинской области птичьего гриппа нет. И производят яиц почти в четыре раза больше потребности области. Даже на севере Казахстана, где закрыли две фабрики, цены на яйца держатся на уровне 350 тенге за десяток. Зато на юге, в Алматы, отборная стоит аж 430. Если честно, я не думаю, что это связано с птичьим гриппом, но мое мнение таково. Вы знаете, каждый старается на какой-то ситуации, мне так кажется, что сделать? Побольше положить куда? В свой карман. Вот и все. Мы, например, даже между собой, если здесь шутим, мы всегда вот так говорим, наверное, на Канарах еще не успели дом купить. В управлении сельского хозяйства области подтвердили, что птицефабрики подняли цены от 10 до 20 процентов из-за подорожания кормов. Отпускная цена на яйцо первой категории сегодня 31 тенге, второй категории 29. Только эти две позиции социально значимы, их и мониторят каждый день чиновники. На сегодняшний день, что пошел спрос на яйцо, это вследствие того, что закрыта граница с Российской Федерацией. И у нас на севере республики из-за карат, некоторые области закрыты на карантин из-за вспышки птичьего гриппа, который передается через диких перелетных птиц. Но птицефабрики, они сами, как бы сказать, я не сказал бы, что они пользуются, а не поднимают цены. Все диктует, как говорится, рынок. Есть спрос, яйцо, цена растет. Если спрос падает, цена, соответственно, так же. Чтобы как-то регулировать ситуацию, чиновники от сельского хозяйства заключили меморандум с птицефабриками, чтобы те 10 процентов своей продукции продавали по себестоимости. Эти яйца реализуют через социальные павильоны и некоторые супермаркеты. Тем временем вспышка птичьего гриппа по стране потихоньку затухает, и тем непонятнее ежедневное повышение цены. Официальная статистика заметила подорожание яиц за год всего на 11 процентов.